Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 мая и вот утром я рассказывала о первых подкормках в открытом грунте. С чего начинать? Я в двух словах говорила, что вот надо определить, какая вам нужна кому-то с азотом, кому-то просто микроэлементы опрыскивания. И я еще сказала, что расскажу, специально сниму отдельное видео о правилах подкормки, потому что многие люди, начинающие особенно огородники, не столько от превышения дозировок портят рассаду, например, томату растения, а сколько от неправильного опрыскивания, например, или полива. Вот одна зрительница написала, сделала борную кислоту 2 грамма на 10 литров, опрыскивала, короче, и листья сгорели. Но этого априори не может быть, чтобы 2 грамма на 10 литров, я уже ей отвечала, что это маленькая, вот самая минимальная доза делают люди 5 граммов на 10 литров, 10 граммов на 10 литров. Ничего не сгорает, самое главное, соблюдать правила подкормок. Вот сейчас по этим правилам мы пройдемся все подробно, подробно, подробно. Вот видите, я сейчас вечер, сижу и жду. Мне нужно сейчас делать опрыскивание вот этим, как я говорила, микроэлементами, ну, комплекс микроэлементов я потом покажу. И я все равно жду, еще часок нужно мне подождать, чтобы уже гарантированно не вышло солнышко. Вообще, конечно, вот сейчас ветреная погода, ветреную погоду тоже нежелательно, потому что капли сносят. Но мне деваться уже некуда, потому что у нас нет хорошей погоды, я решила вот сегодня сделать опрыскивание. Утром я вот эти полила под корень, я рассказывала, а вечером я вот эти вот хочу опрыскать. Тут сразу же про погоду скажу, что правила подкормок такие. В дождливую погоду опрыскивание делать не рекомендуется, потому что все смывается дождем. Минимум 2-3 часа. Поэтому, если я сейчас делаю опрыскивание комплексом микроэлементов, то есть в некорневую подкормку по листу, зайду домой и увижу, что через час начал накрапывать дождь, пошел дождь, это значит, мои труды все ушли впустую. Значит, я завтра утром пораньше встаю и делаю еще раз. Но если будет желание, не будет желание, значит, я эту подкормку пропущу, но я ее считаю как несделанную. Раз дождь смыл, все. То же самое, это любая подкормка вне корневая, хоть борное опрыскивание, хоть вот эти микроэлементы, хоть когда мы опрыскиваем хомом, орданом, бордовской смесью, всегда нужна недождливая погода. Дождь смывает, особенно вот эти контактного действия, такие как бордовская смесь, смоет без следа. И никакого, вот хорошо, что я не стала опрыскивать, солнышко выглядывает, хотя 7 вечера уже. Так, про дождь мы решили. Только если дождь польет, значит, считай, что можно опрыскивать снова. Это особенно касается от вредителей. Некоторые обработают, пошли ночью, ночь поспали, не увидели, что ночью был дождик, если вот такой мокрый грунт, и не увидишь, и ждут, что они убили вредителей, а дождь все смывает, если прям, ну, следом за вами через час, через полтора прошел дождь, и дождь нам вредит. Вот в теплице тут проще. Если мы сделаем обработку по листу в теплице, мы там знаем, что никто не тронет, никто не смоет, все. Теперь вот про эти солнечные дни. Вот про то, что сгорают листья, все. Если вы не уверены, ну, как только начинаете, вот это первая у вас подкормка, или первый год, лучше не делайте тогда листовые подкормки утром, потому что люди надеются, вот сделали подкормку, например, в 7, там, полвосьмого, уехали на работу, или там, ну, просто, даже не обращайте просто внимания, выглянуло солнышко, вот чуть яркое солнце прижигает, потому что я уже говорила, что даже простые капли, которые остаются вот от полива, например, на листьях, ну, тут срабатывает вот этот эффект линзы, вы знаете, что капелька осталась, может солнце прожечь, пятно вот это белое, прям как химический ожог от простой воды. А ясно, что если у вас там намешано какое-то еще химическое вещество, ну, какой-то элемент прожгется, лучше в солнечную погоду не делать. Если вы, ну, вот как, для начинающих лучше, конечно, вечер, вечер в ночь. Но опять же, тут надо думать, как сидеть, так подумать крепко. Если у кого-то, например, холодная погода, и в теплице, вот когда обрабатывают в ночь, и так сыро, холодно, еще томаты мокрые, им это тоже вроде не идет на пользу. Но все-таки опрыскивание, вот я сейчас сделаю, например, оно все равно через час-полтора подсохнет. Я думаю, что большого вреда я своим томатам не нанесу. Я всегда делаю, почти всегда вечером, потому что утром вставать сложно. Я вот сегодня встала в 5 утра для того, чтобы сделать чесночное опрыскивание в теплице, о котором я говорила, для отпугивания белокрылки и профилактика фитофторы. Сразу извиняюсь, что не показываю, потому что проблематично в 5 утра опрыскивать и делать видеосъемку. И вот сейчас вечерняя я тоже не буду показывать, потому что пока я дождусь вечера, вот немножко сумерки будут, мне уже будет не до видеосъемок, быстренько пробежаться, прыснуть и идти домой. Хотя бы помыться или все. Про дождь поговорили, может смыть. Про солнце поговорили, может сжечь. Еще самое главное, соблюдать инструкцию. Если вы взяли, например, хотите сделать это, ну какое-то опрыскивание по листу, по корням меньше сжигают люди, больше всего сжигают по листу, потому что листья нежные, контакт сразу. Если вы хотите сделать по листу обработку, никогда не превышайте, пожалуйста, инструкцию. Если делаете впервые, даже занисти, если, например, там написано 10 граммов на 10 литров, сделайте 5 граммов для первого раза, потому что бывает, что и 5 граммов в неопытных руках почему-то получается очень плохо. Я не знаю, конечно, как можно сжечь листья, но люди пишут, реально сжигают листья, поэтому дозировку превышать нельзя ни в коем случае. Теперь про дозировку корневых вот этих вот. Конечно, под корень тоже можно сжечь, но тут, если вы будете соблюдать, опять же, правила корневых подкормок, что только после полива, только на влажный грунт, во влажную почву, то сжечь тоже очень сложно. Вот сегодня прошел дождь, и я сказала, что даже у этого вчерашнего урагана, у плохой погоды, есть свой плюс. Он хотя бы смочил мне весь грунт, я утром побежала, хоп-хоп-хоп, сразу сделала корневую подкормку. А если бы он не смочил грунт, мне перед тем, как делать подкормку, пришлось бы поливать, еще ту же самую бочку, 200-литровую, пришлось бы разливать по всем этим лункам, а потом уже делать подкормку. Поэтому используйте каждый дождь. Дождь – это наш помощник. Как только прошел дождь, сразу увидите, подумайте, так, может быть, мне какую-то подкормочку уже пора сделать, что-то вот добавить, пока есть такой благоприятный период, пока все полито. И про корневые подкормки. Если вы будете делать по влажному грунту, и если вы не будете превышать дозировку, которая указана на пачке, или которую вы, например, спросили у соседа, у проверенного человека, который уже делал это, то вам не грозит никакие пожелтения листьев, тем более не смерть растений. У меня были смерти растений, когда мне было 24-25 лет, я сожгла два куста. Какая была? Вишня войлочная. Я начиталась, что нужно удобрять, и думала, что чем больше, тем лучше. Навела, не помню, какого уже удобрения, но такого для обогащения почвы. Вылила целое ведро, наверное, там пачку, и все, и сижу, жду. Через три дня вся вишня пожелтела и умерла безвозвратно. Я не смогла ее спасти. С тех пор я знаю, что удобрять даже под корень нужно только по инструкции, нужно осторожно. Я ее выращивала перед этим пять лет. Она только вступила в фазу плодоношения, я ее угробила своими руками. Из любви. Из любви к растениям. Из любви к растениям мы их сжигаем, мы их травим, мы их, вот, все, что можно, мы с ними делаем. Все из любви. Все. И чтобы очень долго не разглагольствовать, в конце скажу еще раз. Не забывайте золотое правило подкормок. Лучше не докормить, чем перекормить. Вот я сейчас буду делать, ой, кыска. Ну-ка, подождите, сейчас кыску уберу. А, да, кстати, про кысок. Вы знаете, у нас происходят какие-то чудеса. Я вам говорила, что принесла кошка взрослая маленькую кысочку, Надюшку. Все говорили, оставьте, оставьте, такая хорошая. Сегодня захожу на веранду, еще одна кысочка, и тоже очень хорошая. Подкинула какая-то кошка еще одного котенка. Муж ругается, говорит, ну это что, конец света, появились кошки и кукушки, которые разносят по домам котят. Вы представьте, прям в дом заносят, ну все они в веранду подкладывают котеночка. И мы ее видели, она убегает, она вот первого нам подложила, посмотрела, прозондировала почву. Что, хорошо приняли, второго принесла. Куда их девать, я не знаю. Извините, что отвлеклась, но для меня это актуальная тема, больная. Муж говорит, ну куда столько кошек, это вообще. Она нам носит, и носит по одному. Так, сейчас. Я вот сейчас буду делать вот это вот, микроэлементы обрабатывать. Я уже про это говорила, могу ссылку дать в описании к видео. Ой, меня этот котенок сбил. Все, я теперь забыла, что хотела вам сказать. Ну все, уже теперь неважно. Киска, ты мне помешала. Кошки, заводятся кошки и белокрылки, это беда. Все, если вы будете выполнять все правила, подкармливать, конечно, можно. И подкармливать иногда даже нужно, как вот в случае вот с этими растениями. Нужно помогать растениям. Но, пожалуйста, делайте все свои подкормки обдуманно. И они должны быть обоснованы. Но все, что я говорила вот в предыдущем видео, что если вот здесь не нужна подкормка, то я делаю только опрыскивание микроэлементами. А здесь вот подкормила, где в составе есть азот. Если вы будете вот так внимательны к своим растениям, они обязательно ответят вам богатым урожаем. Не перекармливайте только, пожалуйста, не мешайте им жить. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это золотые правила подкормки. Ой, это основные правила подкормки. А золотое у нас одно. Лучше не докормить, чем перекормить. Если вы не уверены, лучше не делайте. Посоветуйтесь, подумайте. Может быть, она вам и не нужна. Все.